как я обещал на прошлой лекции мы сегодня досматриваем возможности марса вот это видимо последнее что он умеет из того что мы не посмотрели и это относится к нашему разговору про усложнение вычлительных систем в погоне за решением актуальных задач причем не устаю это повторять задач которые в принципе так решаются но с аппаратной поддержкой они внезапно решаются намного эффективнее а стало быть обеспечивают там рыночные преимущества в принципе какие-то новые горизонты вот это все мы в прошлый раз посмотрели на то как можно повысить производительность вычислительной системы процессора путем разработки какой-то достаточно хитрой архитектуры этого процесса увеличить количество в нем узлов вычислительных чтобы можно было векторная операция производить или значит состряпать хитрый конвейер чтобы можно было выполнять параллельно некоторое устройство некоторой операции или состряпать более хитрую псевдоскалярную архитектуру где можно прям сразу несколько операций производить и так дальше а сейчас я предлагаю заглянуть только заглянуть потому что это бесконечная область в такое место у процессора где мы дополнительно навешиваем на него какие-то приспособления какие-то костыли которые предназначены для убыстрения частых операций если их можно убыстрить и вот два примера такого рода увеличение быстродействия за счет усложнения архитектуры именно как бы сопровождающий это кэш и предсказание переходит а вот что касается кэша то это довольно большая обширная тема вот которому сегодня все не затронем почему будет ясно в конце но на всякий случай расскажу коротко вот перескажу то что написано у меня на сайте ки вот в принципе мы все уже знаем что такое кэш вот но это ситуация когда мы используем быстрое устройство для того чтобы на нем хранить какие-то данные взятые с медленного устройства вот данные которые нам чаще всего бывает нужны и соответственно подмена операции ввода-вывода с быстрым устройством с медленным устройством на операции ввода-вывода с быстрым устройством ускоряет наши страницы почему я вспомнил вообще все почему я все вспомнили про этот самый кэш и вот вывод говоря про архитектуры компьютера да потому что у нас не было этой лекции вообще но вообще известно что оперативная память это очень медленное устройство по отношению с к скажем регистром процесса то есть запись в регистр быстро работает а запись в оперативную память медленно чтение из регистров быстро работает а чтение из оперативной памяти работает медленно потому что оперативная память это такое внешнее по отношению к процессору устройства и доступ, на самом деле, к машинному слову по определенному адресу, это довольно составная операция. Нужно скомандовать контроллеру, нужно дождаться, пока приедет ответ, нужно считать этот ответ и так дальше. Вот. Память контроллера. Проще всего, говоря о кэше, все-таки вспомнить про дисковый кэш, как про наиболее наглядный пример кэширования. Дисковый кэш – это ситуация, когда вместо записи на жесткий диск у вас происходит запись в память, или вместо чтения жесткого диска у вас происходит чтение из памяти, из заранее заготовленных мест. И нужно оно ровно по той самой причине, что чтение из памяти и записи памяти работает быстро, а чтение с диска и записи на диск работает медленно, потому что диск, особенно если это не твердотельный диск, а вот такой обычный жесткий диск-винчестер, вот, там доступ к данным на диске работает очень медленно, там нужно, чтобы он повернулся до нужного угла, там нужно, чтобы головка попала на нужную дорожку, все это операция физического свойства. Головки нужно перемещать, а поверхность винчестера крутить, и поэтому они будут очень медленно по отношению к доступу к памяти. И от давних-давних пор организуется некоторая область в памяти, называемая дисковым кэшем, в которую помещаются наиболее часто используемые кусочки или кусочки жесткого диска, или данные с жесткого диска, вот, и работа ведет, пользователю-то кажется, что он читает, ну, пользователю в кавычках, да, операционной системе в частности, кажется, что она читает с диска, а на самом деле он читает из этого кэша, что, собственно, и увеличивает быстрое действие. А еще довольно частая ситуация, в частности, на дисковом кэша она наблюдается, когда у нас вот это медленное устройство, оно еще и большими кусками данными оперирует, потому что оно медленнее. Ну, вот мы когда читаем с диска, мы читаем сразу блоками, а то и больше. Вот. А когда мы говорим, что мы хотим там прочесть один байтик, мы читаем этот байтик, да, значит, мы когда-то загрузили целый блок, а потом по байтику оттуда, из этого места, куда мы загрузили целый блок, вычисли. Вот. Такая вот простейшая идея, засунуть между медленным устройством и программой, и некоторые быстрые, вот. В принципе, эту идею, разумеется, несложно реализовать программно. То есть вы можете написать программу, которая вместо... Которая считывает большими кусками с диска и потом работает с... этой памяти. Как, собственно, устроены, не знаю, там, файлы FSI, например. Вот файлы FSI используют какую-то буферизацию, вот, в обход всякого системного кэша. Там ровно потому, что чтение и запись происходят побочно, а какой-нибудь гетчар происходит по себе. Вот. Но в случае оперативной памяти это не так просто, потому что у вас другой памяти просто нет. У вас, как у пользователя компьютера, нет. Поэтому разработчики оперативных платформ придумали еще одну память, где-то назар, которая, собственно, называется кэш-памятью, которая и используется для хранения вот этих самых наиболее популярных данных обычной оперативной памяти. В чем, соответственно, проявляется вот эта популярность? Как ее замерить? Как вообще понять, что вот те данные, которые мы имеем в частных руках, надо хранить в кэше? Ну, самый, как бы, классический подход – это так называемая временная локальность. То есть данные, к которым доступ был недавно, со всей очевидностью популярнее тех данных, доступ к которым был давно. Да? Да, ладно. На самом деле тут вот не хватает пункта третьего, это еще частотное. Да, то есть, когда мы говорим, что вот у нас доступ к какому-то кусочку памяти происходил миллион раз, и, скорее всего, в миллион первый раз он тоже произойдет, потому что уж больно это популярное место. Вот. Но частотка – это понятие чисто статистическое, то есть мы, в принципе, не можем предугадать, прекратит ли наш пользователь ходить вот в эту память и начнет ходить в другую или нет. А локальность – это штука, которую можно замерить. Мы знаем, что если пользователь пошел за первым байтом строки, то, скорее всего, он пойдет за вторым байтом строки, а также за третьим, а, возможно, это вообще не строка была, а целый файл, и значит, он будет целый блок оттуда вычинен. И в этом смысле у нас появляется второй вид локальности – адресная, когда соседние ячейки считаются вероятными кандидатами на то, что они попадут в кэш одновременно, доступ к ним будет затребован одновременно. Вот. Вот, исходя из принципов временной и адресной локальности, мы можем каким-то образом прогнозировать те данные, которые попадут в кэш, и отличать их от тех данных, которые в кэш не попадут. Стоит заметить, что в реальной жизни чем меньше у нас устройства хранения данных, тем, скорее всего, выше его быстродействие. Причем это даже не от стоимости зависит. Но вот в той лекции, которой у нас не было, разговор о быстрой и медленной памяти сводился в том числе и к стоимости организации подобного рода хранилищ. Вот. Это даже не от стоимости зависит, а просто от сложности доступа. Ну вот давайте сравним чтение из памяти и чтение из регистра. Чтение из памяти. Выставили адрес ячейки на шине данных. Ткнули контроллер памяти со словами «выдай мне, пожалуйста, значение по этому адресу». Подождали, пока идет чтение. Получили эти данные, положили их во внутренний блок нашего процессора, в то самое место. Вот мы вчера, в прошлый раз смотрели конвейер, куда-то туда. Откуда попадают данные, прочитанные из памяти. Сравниваем с чтением из регистра. Чтение из регистра. Непосредственно указали номер регистра, тут же получили данные, записанные в регистр блока. Просто потому, что один уровень косвенности дополнительный введен при работе с памяти. Хотя нет, там тоже номер. Адрес. Ну хорошо. Просто потому, что адрес в памяти – это большое число, и мы не можем непосредственно создать такую микросхему, которая будет мгновенно по этому числу выдавать значения, лежащие в соответствующей ячейке. Адрес нам сперва надо декотировать в сигналы на линиях? Превратить в сигналы на линиях, да. Адрес сначала надо превратить в сигналы на линиях. Дальше дождаться готовности устройства. Потому что способ хранения другой. Потом считать, потом, как правило, сделать в сигналы, это вот реальность. В принципе, оперативную память можно реализовать, альфа, как и визу. Вот. Потом реально еще сделать, потом считать, потом еще что-то сделать, там, не знаю, обратно записать, например, чтобы она там не протухла. Вот. И еще что-то сделать. Но вот это все, то, что говорит Михаил, это как раз отсылка к реальной жизни, да, к тому, что на самом деле оперативная память, она сделана по другим принципам, не по тем принципам, по которым сделана регистровая, и требует некоторых дополнительных действий, которые замедляют доступ. Но даже если мы ее сделаем по принципу регистровой, да, вот тот факт, что у нас размер адреса, вообще говоря, совпадает с длиной машинного слова, потребует некоторой дополнительной математики по тому, как вот это декодировать и как нам найти соответствующую ячейку. Вот как это устроено в этом самом, у нас же там стоит какой-то демультиплексор, да, или что там стоит? Нет, там, на контроллере уже с той стороны. Вот, то есть там еще некоторая математика происходит. Вот когда мы обращаемся к номеру регистра, это просто как бы такая команда процессора, сходи вот туда. Чисто теоретически мы, наверное, можем создать процессор с миллиардом регистров, вот, но это будет какое-то безумное месиво. Ну да, еще это будет очень горячо. Но это опять-таки нас отсылает к реальной жизни и разной технологической платформе для создания регистровой памяти оперативной. Впрочем, именно об этом мы, собственно, и говорим. Все наши наслоения поверх, ну, грубо говоря, машины поста предназначены ровно для того, чтобы решать задачи из реальной жизни. Задача из реальной жизни состоит в том, что есть медленная память и быстрая, и мы хотим использовать одну для КШМ и другую. На самом деле, вот эта вот простая идея «давайте использовать быструю память вместо медленной», она, в общем, для того, чтобы ее реализовать, надо принять несколько решений. Решение номер один. По какому принципу вообще данные попадают в КШМ? Они попадают туда только в том случае, если мы… Сначала их читаем, то есть мы сказали, вот давайте прочтем какие-то данные из оперативной памяти. На этом основании эти данные еще и залипают в КШМ. Хорошая простая идея, реализованная повсюду, вот, но идея явно понебрегающая принципам адресной локальности, которая состоит в том, что если мы прочли один байтик из КШМ, в смысле из памяти, то, скорее всего, мы захотим второй, третий, десятый, сотый и так дальше. Поэтому, если есть на то вообще некоторые предпосылки, было бы неплохо читать не только один байтик, ну, и несколько соседних, потому что адресная локальность, потому что, скорее всего, эти данные тоже потребуются нашей программы. И пока она там жует свой первый байтик, мы могли вполне прочитать второй, третий, четвертый, десятый. Вот. Упреждающее чтение. Упреждающее чтение иногда получается само собой, мы это сейчас увидим даже в случае классической модели кэша, а уж в случае, например, дискового кэша, дискового кэша это всегда происходит. Вот. Само собой, потому что мы, как правило, общаемся с медленным устройством большими кусочками, большими, чем один байтик. И вот эти кусочки в силу как раз адресной локальности скорее всего, скорее всего, уже тут вероятность не единичная, да, но высокая. Скорее всего, попадут, потребуют доступ, программа потребует доступ к этим кусочкам, ну, примерно одновременно. Сначала к первому, потом к второму. Вот. Мы можем сделать упреждающее чтение в кэш более эффективным, если у нас есть какие-то идеи относительно того, какого рода структура в высокоуровневых данных читается, потому что к ней мы, скорее всего, захотим, наша программа, скорее всего, захочет иметь доступ. И это, правда, специфика как раз дискового кэша, да, мы можем взять за кэшины целый файл. Открыла программа файл, а кэш говорит, о, программа файл открыла. Знаете, когда на всякий случай в память загружу, потому что она сейчас, ну, явно будет из него читать. Вот. Но, наверное, какие-то подходы, похожие на вот этот, связанные, например, с анализом статистики потребления памяти в нашем приложении, возможно, и в случае каких-то очень сложных процессоров, и наверняка делаются в каком-нибудь интелре. Ну уж, столько сейчас нам про интел интересного рассказали. Вот буквально позавчера. Нет, вчера. Да? Очередная пачка уязвимостей, связанных именно с этим. А, ну да, в виртуальной машине Java, говорит, подсказывает нам Михаил, в виртуальной машине Java для оптимизации доступа к вот этой самой памяти Java тоже делаются такие штуки. Просто анализ потребления и обращения к разным кусочкам памяти может подсказать нашему устройству, которое кэширует, какое память более популярная, а какая менее популярная. Вот. Поскольку у нас быстрое устройство, меньше и медленное, ну иначе зачем нам кэш? Надо решать проблему, по какому принципу данные с кэша выкидываются. Потому что все туда не влезут. Вот. В идеале, конечно, кэш должен быть такой, чтобы туда поместились все данные, которые нам вообще понадобятся, но нет. Вот. По идее, по идее, вот эти два принципа адресной и временной локальности, помноженные друг на друга, должны привести к тому, что в каждый момент времени то, что называется hotspot, да, горячая область данных, которая для нас актуальна, будет иметь, ну, некоторый фиксированный размер. И в идеале он должен помещаться в кэше. Вот такие задачи, написать там программу на ассемблере, кусочек ядра высокоэффективного на ассемблере таким образом, чтобы оно все помещалось в кэше данных, все данные, которые использовались, помещались в кэше данных. Это, конечно, очень интересная задача. Но мы сейчас про другое. А что делать, когда мы с этой эффективностью не справились? Когда те данные, которые у нас кэшируются, уже забили кэш, и нам вот появилась следующая группа актуальных данных, значит, какие-то данные предыдущие надо из кэша выбрасывать. Тут к этому делу есть несколько подходов, я расскажу немного, их больше. Самый простой способ – это какой-нибудь датчик случайных чисел организовать и выбрасывать случайные данные. Ну, скажем, те, которые оказались, ну, не знаю, под рукой в данный момент. Как ни странно, это не самый плохой способ. потому что, если кэш достаточно большой, то реальная горячая область, которая в нем уже в кэше действительно используется, будет занимать не самую большую его часть. И с очень большой вероятностью вы выберете уже достаточно холодный. И наоборот, если кэш у вас как бы just fit, то есть если он настолько весь, он маленький, но очень эффективно используемый, то выбрасывать из него случайные данные – это значит, скорее всего, выбрасывать что-то, что понадобится вот прямо сейчас. Вот. Но, повторяю, это легко лежать аппарат. Следующая идея – это идея прямого устаревания. Это то, что называется лру. Что там? Лист, чего? Юнит. Ласт, ласт, не помню. Рид, наверное. Боюсь соврать. Надо посмотреть, что означают эти аббревиатуры. Забыл, простите. Ну, неважно. Значит, идея прямого устаревания. Давайте мы будем хранить при каждой ячейке, которая осуществляет кэширование, хранить какое-то условное время, уж не знаю в чем, в тиках процессора, не знаю в чем, в миллисекундах, в номер обращения к памяти. Неважно. Главное, чтобы оно было последовательно. Какое-то условное время, когда в последний раз эти данные использовались. В этом случае совершенно очевиден алгоритм, какие данные надо выбрасывать из кэша, когда туда приезжают более свежие. Самые старые, то есть те, которые использовались в последний раз раньше всех. Какой недостаток этого метода? А, нет, все хуже. Я соврал. Те, которые попали туда первыми. Да? Вот. Значит, в чистом виде давно не использованы данные, хотя нет, погодите. Дайте-ка я попробую сам себя исправить. Давно не использованы, это именно те, которые в последний раз попали давно. То есть требовались давно. Да, 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 да. А, да, вот следующий вариант – это очередь. Да, спасибо. Спасибо, Федор. Значит, давно не используемые мы храним возраст и выкидываем по возрасту. Очередь. Мы их просто вставляем в очередь и выбрасываем те, которые самые первые туда попали. Есть совершенно отдельная тема – это со счетчиком использования. Отличается от ЛРУ тем, что из этой ЛРУ и из очереди исключаются те данные, к которым мы обращались и ставятся в курс очереди. Не-не-не, вот они. Это, смотри, все проще. Очередь – это когда, значит, давно не используемые, это когда мы их просто по возрасту выбрасываем, выбираем самые старые и выбрасываем. И все. Значит, мы больше всех в слов и не обращаемся. Да. То есть каждое обращение сбрасывает еще чуть-чуть. Я обращаюсь. А, сейчас. В том-то и дело. Зависит от того, как реализована аппарат. Вот чисто ЛРУ и ЛРУ плюс очередь – это всего лишь различия аппаратной реализации. В чисто ЛРУ мы просто производим поиск, как в кэше. Собственно, как в этих самых, как в прямом кэшировании. Мы говорим так. Пожалуйста, мне наибольший элемент. Вот он, наибольший элемент. Сейчас выкину. Вот. Значит, отдельный, да. В чистой очереди мы просто вставляем данные в очередь, выбрасываем те, которые раньше всех попали в очередь. Вот. В случае редкоиспользуемых данных на каждом из элементов кэширования, на каждой строке у нас есть счетчик использования. Вот. И это в каком-то смысле тоже очень неплохая стратегия, потому что, как уже было сказано, данные, которые используются в миллион раз, используются в миллион первый раз. Проблема с чистым ЛРУ состоит в том, что у нас ходспот мог уже сместиться. Да. То есть, данные мы, а на предыдущем месте мы топтались так долго, что кэш все еще считает, что их выбрасывать нельзя. Вот. Поэтому нужны какие-то смешанные стратегии. Вот. Ну, понятно. Модификация стратегии ЛРУ и ФИФО стоит в том, что у нас есть очередь. Ну, при постановке в очередь мы, например, смотрим, не было ли этих данных уже в очереди, переставляем их снова в конец, чтобы, значит, они подольше там жили. И тем самым у нас в том месте очереди, откуда данные выбрасываются, всегда будут самые устаревшие и самые неиспользованные. Вот. И никакого, собственно, поиска не произойдет. Ну, и кроме того, что мы должны посмотреть, нет ли соответствующего поиска на равно. Поиск на меньше не нужен, а поиск на равно нужен. Вот. В этом разе. Ну, в действительной... Да, в том-то и дело. Вот в случае, если мы используем чисто ЛРУ, нам нужен поиск на меньше. Это плохо. В случае, если мы используем очередь и ЛРУ, нам нужен поиск на равно. Мы проверяем то, что мы сейчас собираемся поставить в очередь, нет ли его в очереди, если да, переставляем начало. А в противном случае мы просто выбрасываем последний элемент. И в любом случае выбрасываем последний элемент. Такие дела. Вот. Разумеется, кэш – это такая штука, которая эффективна чисто статистически, исходя из того профиля задач, который мы решаем с помощью кэша. Всегда можно найти такие задачи, или такой класс задач, который наш кэш выжжет просто в ноль, и эффективности не будет никакой. Например, случайное обращение к огромному объему памяти, который не помещается в кэше. Вот. Значит, немножко про терминологию. Ну, тут совсем чуть-чуть. Просто, чтобы была понятна логика всего этого безобразия. Если кто-то вдруг не знает, может быть, среди тех, кто смотрит нас в ютубчике, не вся. Есть понятие кэш-хит. Это, значит, ситуация, когда мы обратились к памяти и обнаружили, что у нас соответствующий элемент есть в кэше. Есть понятие кэш-мисс. Это ситуация, когда мы обратились в память и обнаружили, что в кэше соответствующего элемента нет, и нам надо лезть в память, совершать длинную, долгую операцию. Вот. И понятие строка – это минимальный кэшируемый элемент. Почему обычно в кэше данные лежат не там байтами, даже не ячейками, а достаточно большими строками? Потому что кэшировать отдельную ячейку очень неэффективно. Во-первых, слишком много метаинформации. Смотрите, вот наш ячейк 4 байта. Вот наш адрес, он тоже почти 4 байта, но в случае МИПСа он 30 битов, потому что ячейка, адрес ячейки картина 4, но все равно много. И, допустим, у нас еще есть там счетчик устаревания какой-то, да, возраст нашего кэша. Еще один байт. Получается, что мы в полтора раза больше тратим место на метаинформацию для того, чтобы хранить одну единственную ячейку. А между тем принцип локальности уж в таком объеме, да, в объеме, ну, не знаю, там, нескольких машинных слов, соблюдается практически неукоснительно. Да, то есть, если у вас программа полезла куда-то в память, то она, ну, стопудово полезет в соседнюю ячейку. То есть, вероятность того, что она туда не полезет, очень низко. Вот. Поэтому более распространенный вариант, когда кэшируются так называемые строки, причем строки, размер строки кэша – это как раз, это как раз объект статистических исследований. То есть, вот мы берем, грубо говоря, все задачи, которые могут выполняться на нашем процессоре, и выясняем, какой же размер строки кэша наиболее эффективен для Apple. Но в любом случае, чем длиннее строка, тем проще и тем интереснее эффект от адресной локальности, и тем больше шансов, что мы считаем что-нибудь, что потом кэшировать никогда не понадобится. Вот. Я так сильно подозреваю, что еще размер строки кэша связан с тем, какими блоками данных мы вообще можем с памятью обмениваться. Вот. Ну, потому что… Наиболее эффективно. Да-да-да. Наиболее эффективно с памятью обмениваться. Вот. В этом случае картинка такая. Вот у нас есть счетчик возраста, вот у нас есть штука, которая называется тег адреса, и которая представляет собой в нашем случае просто кусок адреса. Вот. 24 бита из него. И если у нас от адреса осталось 24 бита, это означает, что… Сколько? 1024 ячейки у нас много чего-то. Было 32, стало 24. Неправильно здесь число написано. Сколько там получается? 6. 2 в 6 степени. 128, да? Нет, это седьмой. 128. Ну, короче, какое-то количество ячеек… 128 ячеек, это я на порядок ошибся. 128 ячеек у нас… 64 все-таки. Ну, хорошо, пускай вы все-таки. У нас лежат в одной строке. Вот. Тем самым соотношение мета-информации к основной информации, она существенно другое. Кстати, 64 – это, по-моему, правильно, да? 6 и 3… Нет, не знаю. Ладно. Эти цифры надо проверить, возможно, они верные. Я тут подумал, что ячейка-то… Ячейка-то не 1 бит, а 32 бит. Это я что-то… В смысле, не 8 бит, а 32. Ну, не важно. Важно то, что их там много. Вот. Алгоритм, по которому вычисляется тег адреса, практически всегда именно такой, как вот тут показано. Просто старший кусок. Почему? Потому что принцип локальности. Мы берем и говорим, вот в этом месте хранится ячейка с такого-то номера, по такой-то кусок памяти. Это и есть строка. Вот. Ну, и потом это, потом, ну, на это смотреть удобнее. Мы сразу понимаем, откуда этот кусок адреса приехал. Вот это все. Вот. Теперь относительно кэша двух стратегий кэширования. Опять-таки, их на самом деле чуть больше, но вот из известных ровно 2 и 1 смешанные. Вот. Бывает кэш прямого отображения, бывает еще кэш ассоциатива. Кэш прямого отображения устроен таким образом, что поскольку наша память меньше, чем обычная оперативная память, мы говорим, что оперативная память, ну, вот на картинке она в 4 раза больше. На самом деле она во много раз больше, чем в 4. Разбита на такие вот сектора, каждая из которых целиком соответствует нашему кэшу. И, соответственно, ячейка номер 0, номер 4, номер 8, номер 12 на этой картинке, все эти ячейки кэшируются в нулевой ячейке кэша. Соответственно, когда мы проверяем актуальность данных в кэше, мы проверяем в том числе и тот адрес, с которым мы на самом деле собираемся читать, этот адрес хранится. Вот. Если он равен, ну, допустим, мы хотим шарчить с адреса 8, мы вычисляем, в каком месте кэша должно лежать, выясняем, что по адресу 0 в кэше. И мы смотрим, в действительности там лежит значение, взятое из памяти по адресу 8, или, допустим, по адресу 12. Если по адресу 8 все хорошо, это кэш хит, если по адресу 12, это кэш мисс. Вот и все. В этом случае, кстати сказать, вытеснение из кэша, видите, как будет происходить? Не по каким-то алгоритмам, которые мы только что описали, а напрямую. Поэтому, собственно, кэш прямого отображения. Мы пошли к памяти, выяснилось, что для того, чтобы закэшировать значение по адресу 8, нужно его положить в кэш по адресу 0, значит, мы положим его в кэш по адресу 0, и все, что там было, при этом устареет автоматически. Вот. Соответственно, соотношение размера кэша с размером оперативной памяти как раз и определяет у нас размер тега, то есть сколько реально вот этих ячеек, вот их тут 4, значит, тех у нас будет 2 бит всего. Да, ну, для такой простейшей модели. Вот. А, тут так и написано, кстати. Текст его займет 2 бит. Вот. То есть четко определяется размером тега. Вот. И, опять-таки, алгоритм привязки областей к кэш-памяти, то есть вот как тут нарисовано, первые 4 берутся, в смысле, память делится на кусочки, и первый кусочек целиком привязывается, потом целиком второй, потом третий. Алгоритм привязки тоже может быть довольно разным, но именно такой простой, да, сейчас дайте договорю, именно такой простой, как на картинке, когда у нас рядом лежащие ячейки одновременно кэшируются. Лучше всего соответствует принципу адресной локальности. То есть идея состоит в том, что если мы гуляем внутри одной страницы памяти, то, скорее всего, ее и надо кэшировать. Михаил. Важное соображение о выборе алгоритма состоит в том, что тег так или иначе должен содержаться в адресе, без всяких преобразований. Чтобы не было никакой математики дополнительной. Да, Михаил говорит, что поскольку кэширование – это операция еще и быстрая, мы ровно для этого кэш придумали, то мы, в общем-то, ограничены выбором алгоритма кэширования, потому что тег должен содержаться явно в адресе. Мы должны просто его оттуда вырезать и на этом основании делать адресацию в кэш-памяти. Так что не такой уж большой наш выбор, в числе прочего. Ну, собственно, вот тут написано, как все это вычисляется. Значит, мы пошли через кэш в память, вычислили тег, урезали исходный адрес, получили номер строки, то есть в каком месте он должен лежать. Если тег адреса совпал с тем, который мы смотрим в кэше, то это кэш-хит, если не совпал, это кэш-мисс, и мы обновляем значение, ну, все, в общем, понятно. Такой вопрос. А, нет, вопрос рано еще задавать. Значит, аппаратная реализация кэша прямого отображения очень эффективна, потому что порезали адрес и положили. Значит, поскольку устаревание происходит тоже вот таким вот прямым образом, есть подозрение, что алгоритм устаревания такой неэффективен, может быть в некоторых случаях. Например, когда мы бегаем вот по этой памяти туда-сюда, когда футпринт у нас очень разрежен. Вот. Тем не менее, принцип локальности как бы говорит нам о том, что если мы бегаем внутри одной странички, то и хорошо, что она кэшируется. Вот. Есть принципиальная ситуация, когда принцип адресной локальности не срабатывает в реальном мире современном. Об этом мы поговорим вот буквально пару страничек вниз отсюда. Вот. Да, очевидно, что чем больше кэш, то есть чем длиннее тег, тем больше шансов, что у нас будут сплошные кэш-хиты и мало кэш-мисс. И, соответственно, все это будет работать быстрее. Как я сказал, это утверждение капитана очевидность, а нет. Дело в том, что ассоциативный кэш, который предназначен для хранения произвольных строк в произвольных местах кэша. Обладает таким свойством, что чем он больше, тем он медленнее. Вот в случае кэша прямого доступа размер кэш-памяти не влияет на скорость, а в случае ассоциативного кэша влияет, потому что там происходит поиск. Сейчас мы про это поговорим. Значит, как... Ну, на картинке любая ячейка кэша может кэшировать любую строку оперативной памяти. А как происходит ассоциативное кэширование? Мы обращаемся к памяти через кэш, вычисляем тег, проверяем путем поиска на равно. Содержится ли в кэше строка с таким тегом? Поиск на равно. Линейная сложность. Ничего подобного в предыдущей картинке не было. Вот. Если строка с таким тегом находится очень хорошо, если строка с таким тегом не находится, значит, у нас произошел кэш-мисс, и мы должны что-то сделать с нашим кэшом, который есть сейчас. Ну, для начала мы сводим к памяти, вынем оттуда данные. Дальше. Мы произведем устаревание кэша, выбросим оттуда какую-то строку, которую посчитаем самой ненужной, и добавим в наш кэш свежепрочитанные данные. Вот тут-то нам и помогут алгоритмы устаревания, о которых мы говорили раньше. Как уже было сказано, главный недостаток ассоциативного кэша, что чем он больше, тем дольше идет операция сравнения. Ее можно, наверное, как-то убыстрить аппаратно. Вот. Но все равно она будет... Нет, она просто потребует... Много проводов. Много проводов, да, и площади, соответственно, кристалла, и равная эксплуатация, но место кончится раньше, чем... Ну, понятно. Мы можем параллельно на каждый битик устроить помазки, да? И... Все биты. Все биты, всех линий, мама дорогая. Но это полносвязная нужна картинка, и это, конечно, это, конечно, да, это, конечно, плохая идея. Либо мы должны организовывать алгоритмы линейного поиска, что, разумеется, замедляет. Из этого следует, что ассоциативный кэш эффективен, когда он маленький. Зато, конечно, с кэш-хитом, кэш-миссом в ассоциативном кэше все будет очень хорошо, потому что мы вольны использовать самую эффективную стратегию по устареванию. Это означает, что какой бы футпринт мы не предложили по памяти горячей... Какая бы ни была величина горячей области, если она помещается в кэш, то она будет там. Безо всяких... Вот. Да, естественно, ассоциативный кэш устойчив к нарушению принципа локальности. Ему все равно. То есть, нет, смотрите, на уровне локальности внутри строки, разумеется, не все равно. Если мы будем читать по одному байту из всей памяти, будет, конечно, нехорошо. А вот если мы будем читать по какому-то разумному блоку из всей памяти, отлично все будет работать. У нас будут кэшироваться вот эти кусочки памяти, ассоциативно раскладываться в кэш. Вот. И вот теперь мы подходим к ситуации в реальной жизни, которые толкуют нам о том, что очагов, горячих очагов в памяти в современных компьютерах больше одного. с вероятностью близкой к 100%, вот на этом компьютере, на котором сейчас работаю, есть одновременно несколько мест в памяти, с которыми сейчас происходит активное взаимодействие. Как вы думаете, почему? Вопрос практически капитану очевидность. Что? Потому что есть параллельные потоки исполнения, совершенно справедливо, в силу многозадачности. Даже они не обязаны быть реально параллельными. Нам не нужна многопроцессорность. Нам достаточно вытесняющей многозадачности. Как только у нас есть ситуация, что квантование времени между задачами, у нас есть ситуация, что поработает одна задачка, щелк, поработает другая задачка. Между прочим, еще ядро. Да, в любом случае. А то и больше. Вот. Поэтому современные кэши устроены и так, и сяк. Они множественно ассоциативны. Идея состоит в том, чтобы внутри небольших блоков устраивать ассоциативное кэширование, а сами блоки эти отвечали бы каждый за свой кусок памяти и были бы кэшами прямого доступа. В этом случае мы с одной стороны хорошо справляемся с ситуацией, когда у нас больше одного очага горячего в памяти, потому что ассоциативный кэш с этим справляется. С другой стороны, мы минимизируем количество элементов ассоциативности, чтобы поиск работал недолго или, как заметил тут Михаил, чтобы количество проводов просто для одновременного поиска цена устройства была приемлемой. Потому что, согласно принципу ракальности, грубо говоря, у нас в процессе эксплуатации вот такого множественно ассоциативного кэша вот эти наши горячие блоки, горячие места в памяти сами себе разбредутся по этим блокам большим. Так что ну вот примерно так это и устроено. Вот. При этом что? Размер тега равен размеру тега в одном банке прямого доступа, поиск тега среди различных банков линей, но или да, ну банков не так много, и поэтому поиск очень быстро проходит, да, если их там буквально идёт несколько штук. Вот. И соответственно, если у нас несколько горячих следов в памяти, то несколько, то они в общем кэшируются эффективно. Понятное дело, что если мы сделаем ещё больше, то они опять будут кэшироваться неэффективно. Но тут уж извините, во-первых, а во-вторых, мы вспоминаем, что у нас вытесняющая многозадачность, и если у нас сто пятьсот задач, то, наверное, сто пятисотая задача давно-давно уже протухла, и очень хорошо, что мы её не кэшируем. Пускай она потом загрузится и опять заработает. Такие дела. Вообще говоря, двигаясь дальше, мы упираемся в то, что мы сейчас всё это время говорили исключительно про кэш на чтение. И только про него. А на самом деле есть ещё кэш на запись, тем более, что кэш на запись это очень-очень-очень заманчивая штука. Потому что мы, смотрите, вот у нас запустилась задача, она жуёт-жуёт-жуёт, жуёт-жуёт-жуёт оперативную память, всё время пишет в одно и то же место, пишет-пишет-пишет-пишет-пишет-пишет-пишет-пишет-пишет. А мы ей говорим, ну ты пиши-пиши. И только когда-нибудь потом мы синхронизируем содержимое кэша с реальной оперативной памяти. Вот. У нас получается то, что называется идемпотентная операция. Десять операций записи в оперативную память сквозь кэш друг на друга никак не влияют, мы всё равно актуально с точки зрения оперативной памяти актуальны только последние. Вот. Очень хочется подложить под кэш на запись, вернее, под операцию записи в памяти такой вот write-back кэш, так называемый. Вот. Собственно, в этом случае у нас появляется понятие когерентности кэша. Мы что-то записываем в кэш, а он, вообще говоря, не соответствует тому, что на самом деле находится в оперативной памяти. Понятие когерентности начнёт нас преследовать в ещё одной теме, теме многоядерности, которую мы тоже не смогли включить в наши реакции. Там оно прям будет нависать над нами с горящими глазами, там вот разинутой пастью окровавленной и всем остальным. Но даже в случае, когда у нас банальная одноядерная система с кэшем на запись, понятие когерентности, то есть соответствует кэша и памяти, оно, в общем, нас сильно волнует. Вот. Значит, есть две стратегии собственные с послезаписью и с как бы с отсутствием записи вообще. Write true и write back. То есть идея в чём? Write true. Идея write true стоит в том, что у нас как такового кэша на запись в общем нет. потому что смотрите, если мы пишем данные в память и эти данные закэшированы, то мы их обновляем в кэше. А если мы пишем данные в память и эти данные не закэшированы, а да, мы их вру. Если мы пишем данные в память и они есть в кэше, то мы их обновляем в кэше, разумеется, чтобы последующее чтение не обманулось и пишем тут же в память, потому что у нас write true. Да? Если соответствующих данных нет в кэше, то на самом деле, как это ни странно звучит, самый простой и быстрый способ вообще ничего в кэш не записывать, а писать прямо в память. Почему? Потому что иначе вот это вот заполнение по записи, это фактически дублирование операции. Мы сначала записываем в память, а потом имитируем чтение из нее с заполнением кэша. Как ни странно, вот такой алгоритм, в общем, замедляет эту операцию. Такое чтение после записи или заполнение по записи. Тем более что, вообще говоря, write-through кэширование, это фактически всего лишь договоренность о том, как у нас будет работать запись, если кэш у нас на чтении. Потому что настоящая запись, кэш на записи, вот тот самый, о котором мы мечтали в начале этого абзаца. Когда мы все пишем, пишем, пишем в память, а потом щелк и выбрасываем один раз из кэша. И это, конечно, кэш, который называется write-back, когда все данные, все операции происходят с кэшом, а синхронизация с оперативной памятью происходит в одном из двух случаев. Либо по какому-то произволу нашей кэширующей системы, допустим, через определенное время. Допустим, это такой способ устаревания. А, в трех случаях. Первое, по произволу. Второе, в случае устаревания. Если у нас данные выбывают из кэша, их надо обязательно синхронизировать. И третье, как ни странно, в случае чтения. Хотя, третье не обязательно. Нет, наверное, в случае чтения не так интересно. Вот. Казалось бы, придумали интересную штуку. Что может быть сложного в ней? Как выясняется, в ней очень много всего сложного. Но для начала мы уже сталкиваемся лицом к лицу понятную кондикогерентность. У нас есть, вводится понятие dirty line. Значит, по-русски почему-то она переведена не как грязная, а как горячая строка. Это строка, которая записана в кэш, но не записана в память. Несоответствующая. И мы не понимаем, что с ней делать. Она, знаете, почему горячая? Мне нравится больше русский перевод. Она как горячая картошка. С одной стороны, она горячие руки жжет. Ее хочется положить как можно быстрее. А с другой стороны, чем дольше мы ее держим, тем меньше действий мы будем совершать. Класс, брать, класс, брать. Вот мы чем дольше держим эту горячую картошку, тем она, значит, вот... Да, ближе к нам. Вот. С другой стороны, чем дольше мы ее держим, тем больше шансов, что в какой-то момент приходится все синхронизировать. И этого всего окажется много. Не говоря уже о том, что грязные строки, горячие кэши – это штука очень опасная, если у вас там лисед какой-то произошел, все. На самом деле, опять-таки, повторюсь, в однопроцессорной системе, в системе с одним ядром, точнее, не так, с одним устройством, которое осуществляет доступ в память. В системе с одним устройством, которое осуществляет доступ в память, горячий кэш на запись не страшен. Но не забываем, что у нас настоящая, интересная, современная архитектура. И у нас внезапно оказывается больше одного устройства, которое хотят сходить в память. Например, устройство, которое работает через дыма в обход процессора. Что делать с устройством, которое хочет работать через дыма, в случае, если те данные, которые он хочет читать из памяти, сейчас находятся в горячих строках кэша? Научить его ходить через кэш? Разработать какой-то протокол, который будет говорить, «А-а-а, караул, вот эта память, она очень нам нужна, вот нам, нам, устройствам, сидящим на дыма, и, пожалуйста, синхронизируйте кэши». Короче говоря, проблема, ну, в общем, люди из соответствующих корпораций ее годами исследуют. Вот. Самое простое решение, это область памяти в горячих строках кэшированных условий. Да, самое простое решение делать технику кэшированных, конечно. Вот. Кстати сказать, чтобы было понятно масштаб проблемы, сейчас я вот какое-то время назад встречался с представителями такого новообразования, которое называется Mips Open, и это следствие того, что компания Mips решила удержаться, ну, компания, которая сейчас принадлежит торговой маркой Mips, я уже забыл, кто они. Забыл. Ватс. Какие-то... Что? Нет уже никакого imagination. Да. Я забыл. В общем, это люди, которые занимаются какими-то специфическими облаками. Очень специфическими вычислительными. Значит, неважно. Важно то, что у них... Они сейчас реально очень хотят выйти на рынок с хорошим, большим, толстым процессором. Проблема стоит в том, что у них задача эффективной поддержки конкретности кэши просто не решена. То есть, она решена, но решена неэффективно. И они боятся сейчас выходить вот с таким процессором, потому что... Ну, это как бы будет провальный продукт на рынке. Они хотят, чтобы вот еще круче это было. То есть, это объект реальных научных и производственных исследований в огромном масштабе. Из-за него, значит, крупные корпорации друг друга подсиживают, там, не знаю, выкупают специалистов. Вот это все. Бизнес-спионаж. Они как раз надеются, что в силу открытой... В силу того, что эта архиатура будет приведена в области открытой, не будет повода для бизнес-спионажа. То есть, человек просто придет и... Какой-нибудь крупный ученый, какой-нибудь еще один бабаян придет и все скажет. Вот. Да. Это было лирическое отступление. Значит... Все-таки, если вдруг мы, вопреки заветам Михаила, кэшируем ту память, к которой происходит доступ по ДМА, у нас внезапно возникает понятие недостоверности, инвалидации строки кэша. То есть, кэш жил-жил, и вдруг внезапно оказалось, что он уже не кэш. Потому что в это время кто-то записал в память. И нужен специальный протокол, специальное соглашение внутри железки, что когда у нас происходит обновление памяти, инвалидируется кэш. Ну, в общем, много интересных проблем. Но эти интересные проблемы меркнут и превращаются в детские игры, когда мы внезапно начинаем иметь дело с многоядерными и многопроцессорными системами. Почему? Ну, для начала. Для начала на каждом процессоре свой собственный кэш. А? Потому что это единственный способ сделать его быстрым. Собственно, именно поэтому это, значит, из, опять-таки, неосуществленной нашей лекции про многопроцессорные системы, почему у нас на современных компьютерах двухуровневый или даже трехуровневый кэш. Ровно потому, что самый верхний уровень, он на ядре, точнее, на процессоре. Он сделан как раз по схеме быстрой памяти. Он сделан, он кажется, чуть ли не в прямой ассоциативной или множественно ассоциативной. Или вообще чисто ассоциативной. Вот. Он работает очень быстро, он многократно повышает эффективность процессора, работает, да? Но он локален для данного процессора. Потому что пересаживать его на ту сторону шины контроллера, по которой эти... Как она называется? Ну, короче. Пересаживать кэш на ту сторону контроллера данных, это значит заменять его в разы. Хорошо. Но теперь у нас вместо ситуации, вытесняющей многозадачности, где у нас то одна задачка проработает, то другая, и да, они работают с одной и той же памятью, и да, они что-то делают с кэшом, появляется задачка, в которой у нас одновременно несколько устройств пишут в память. Окей, мы можем даже какую-то блокировку сделать, да? Значит, не пишите в одно и то же место. Хорошо. Но задача инвалидации и рассылки каких-то сообщений относительно того, что вот кто-то записал туда. Теперь ваш кэш не валиден. Всем до свидания. Кстати, не самый лучший алгоритм через сообщение. Правильный алгоритм через пуш. Когда мы записали в память, и волшебный контроллер говорит, «Так, а кто у нас тут кэширует эти места? Давайте-ка мы этот кэш обдавим». Такая вот жуткая вещь. А уж про синхронизацию этого доступа я вообще молчу. Очень жалко, что у нас нету лекции про многоядерность, а с другой стороны показать там совершенно нечего, только разговаривать. Такие дела. О, у нас еще есть 20 минут. Что еще можно сказать? Кэш-данных и кэш-инструкции надо удобно разделять. Потому что у них совершенно разный шаблон использования. Потому что, например, в том же МИПСе кэш-назапись для инструкции бессмыслен. Разные методы упреждения. Два очага локальности, кстати сказать. Ну вот это все. Про двухуровневый кэш я уже говорил. Кстати сказать, именно поэтому кэши делают двухуровневым. Потому что, если мы делаем маленькие ассоциативные кэши для инструкций и для данных сверху, они работают быстро и очень эффективно. А потом мы все это обмазываем большим уже вполне себе прямого отображения или прямого с банками. Там тоже сразу начинается. Так бывает, что, значит, эти... Входят в друг друга. А бывает, что они дополняют друг друга. Слушайте, не будем про это говорить. Вот тут, кстати, написано. Бывает, входят, бывает, дополняют. Бывают какие-то алгоритмы перехода из одного в другой. Устаревание вообще выкидывать или устаревание перекидывать из 1 в 2. В общем, там песни и пляски народов мира прям начинаются. Давайте лучше я про Марс расскажу, а то уже, значит, времени осталось совсем мало, а я еще одну тему не потрогал. Вот, значит, у нас... Чего-то он так плохо выглядит. Ну ладно. А, давайте я лучше сам Марс запущу. Чего я тут показываю? В Марсе... Почему я вообще все про это начал говорить? Есть имитатор кэша. Это, конечно, не кэш, ни на какое быстродействие он не влияет, разумеется. Вот. Но, глядя на этот имитатор, мы можем посмотреть, насколько эффективно работает тот или иной алгоритм кэширования. Ну вот. Вот. Давайте посмотрим, что это. Мы просто берем и записываем что-то в память. Да? Подряд. Добавляем 4. Считываем только, а не записываем. Но это не важно. Это, конечно, на чтении. Вот тут у нас будет дата кэш симулятор. Вот он. Подключаем его к МИПСу. Смотрите. Он умеет работать как прямой доступ, ассоциативный кэш и множественно ассоциативный. Здесь у нас количество строк. Здесь размер строки. Здесь общий размер, ну, вычисляется, понятное дело. Вот этот параметр для множественно ассоциативного кэша. Вот. Вот сейчас прямой. И это алгоритм устаревания. Либо лру, либо рандом. Очереди нет. Вот давайте мы так вот сделаем. Как-нибудь вот так вот. Давайте посмотрим, как это работает. Только мы должны его сохранить. Это будет кэш 1. Вот смотрите. Мы потихонечку забиваем память. Где тут? У нас тут где-то еще есть memory reference. Вот. Вот мы потихонечку забиваем память. Обратите внимание, что наш прямой кэш практически всегда хорошо работает. Потому что мы закешили строку и дальше идем по этой строке. Вот кэш miss обозначается красным происходит тогда, когда мы пробежали всю страничку и начинаем ходить к строке, которая соответствует уже следующей, закешированной в том же самом месте в памяти. Следует ожидать, что средняя эффективность нашего кэша, хитрейт, отношение кэш-хит к кэш-миссу будет где-то три четверти. Да, у нас размер блока четыре слова. Да? Или нет? Сейчас. Ну да, размер блока четыре слова. Если мы сканем память от начала до конца, первое слово будет со всей очевидностью кэш-мисс. Три следующих кэш-хит. Потому что они все влезают в одну строку кэша. Вот. Собственно, по-моему, закончилась программа. Давайте немножко усложним наш алгоритм. Не. Сейчас давайте посмотрим, что тут написано. Это был такой пример, в котором, по моей задумке, прямой кэш выгорал целиком, а вот ассоциативный работал. Значит, что мы делаем? Мы читаем из двух мест сразу. Просто читаем из двух мест. И у нас прямое кэширование всегда-всегда не работает. Давайте попробуем. Ресет, ресет. Поехали. Вот, видите, из двух мест читаем. Теперь смотрим, как наш кэш себя везет. Плохо наш кэш себя везет. Поскольку мы попали в две разные странички, прямые, и читаем то оттуда, то оттуда, то у нас вообще все время кэш-мисс. Вообще все время. Это такой типичный пример. Мы подобрали такую задачу, на которой алгоритм кэширования не работает вообще. Окей. Давайте вместо директ-маппинг включим ассоциативный кэш. Тот самый. В случае ассоциативного кэша главная задача будет состоять в том, чтобы он выгорит только в том случае, если размер данных превысит размер кэша. Вот. А в остальных случаях он будет работать очень хорошо. Видите? Вот эти кэш-миссы – это обращение к новым местам памяти, для которых еще отсутствуют нужные данные в кэше. Вот смотрите, что будет происходить дальше. Видите, снова кэш-мисс. Почему? Потому что ассоциативный кэш закончился, а мы пошли к новому месту в памяти, где надо тоже что-то поискать. Эффективность такой штуки будет опять-таки все те же три четверти, потому что у нас просто... Каждое первое слово – это кэш-мисс, а каждое, это самое, второе, третье и четвертое – это кэш-хир. Вот. Мы можем включить случайное устаревание и увидеть, что... Давайте включим случайное устаревание. И увидеть, что эффективность слегка понизится. 73% вместо 75%. Вот. А если включить обратно директ маппинг... Ну, это ноль, понятное дело. А в случае, если устаревание по принципу low-road, естественно, будет чисто 75%. Такие вот дела. Цветом здесь указывается количество кэш-хитов на... Это память, количество обращений к памяти. Вот. Это еще один инструмент. Кстати, анализы использования памяти. Он такую красивую картинку рисует, кто куда ходил, зачем. Вот. Значит, где-то у меня был еще примерчик. Давайте еще чтение с шагом. И пора нам переключаться к последней теме. Вот. Значит, что здесь происходит? Ну, давайте мы поресетим. Все, мы прямо увидим, что тут происходит. Здесь мы... А, у нас шаг 3. Мы, короче говоря, читаем не подряд из памяти, а с шагом 3. Вот. Ой. Надо было сделать... Вот так. Вот. Вот. Ну вот, видите? Наш кэш-хит происходит только в том случае, когда мы читаем из той же самой строки. В одной треть случае. Даже в одной четверти. Вот. Тот факт, что мы пошли по следующему пути, никак не улучшает эффективность нашего кэша, потому что предыдущие старые строки уже за это время выгорели. Поэтому одна четверть. Ну, в одном случае из четырех мы попадаем в начало и в конец одной и той же строки при чтении. Вот. Если при этом мы... Если при этом мы поставим... Директ маппинг... Та же самая картина. Вот. Ничуть не лучше. Все. Значит, с вашего позволения я не буду приводить последний пример. Там чтение с вытеснением. Идея состоит в том, что там кэши потихоньку выгорают. Ну, в общем, все примерно одинаковое. У нас осталось 10 минут на еще одну тему, поэтому я хочу ее засветить. Как было сказано в начале лекции, еще один способ убыстрения работы процессора, работы вычислительной системы, для которого требуются дополнительные небольшие костылики, и имитация которого есть в Марсе, это предсказание перехода. Значит, почему вообще предсказание перехода – это убыстрение чего-то? Очень хорошо понятно, если вспомнить нашу прошлую лекцию с конвейером. И помните, там была такая мелкая извращенница от авторов MIPS под названием «Слот задержки». Идея состоит в том, что если у нас, скажем, конвейерная архитектура, и происходит фечь команды, которая будет выполняться следующей, в то время как нынешняя команда декодится, а предыдущая команда уже находится на стадии чего-то исполняться, а предпредыдущая находится на стадии доступа к памяти, ну и так дальше. Мы не можем в момент феча четко знать, нам фечить ту команду, которая идет после этой, если эта команда – это команда условного перехода, или ту команду, которая лежит по адресу условного перехода. У нас происходят два варианта. И если вы помните, авторы MIPS избавились от этой проблемы таким очаровательным способом, постулировав тот факт, что та команда, которая зафечилась, она обязательно выполнится. И получается, что у нас есть команда условного перехода, а есть после нее еще одна ячейка памяти, в которой лежит следующая команда, которая обязательно выполнится, несмотря даже на то, что команда условного перехода переведет нас в другое место. Это хорошее оригинальное решение, очень неудобное для чтения бинарных кодов, и требующее на самом деле развязывания зависимости по данным. Мы не можем вот в эту команду, которая лежит в слоте задержки, положить что-то, что потом будет участвовать в команде условного перехода. Просто не можем. То есть это требует некоторой дисциплины и мозга от программиста. Потому что команда условного перехода уже зафечилась, данные там уже будут декодироваться. Поэтому в других реализациях того же МИПСа, ну, например, самых старых, при достижении вот такой неоднозначности, когда выясняется, что мы не знаем, какую команду фетчить, в конвейер вставляется так называемый пузырек, команда состоящая из всех нулей, но, которая ничего не делает, которая, если не ошибаюсь, делает ОР, регистры R0 самим самым. Пузырек – это замедление конвейера. Очень хотелось бы избежать этой ситуации хотя бы статистически. То есть предсказать, куда будет произведен условный переход на данной команде. В случае, если мы имеем дело с более сложным процессором, например, процессор, у которого есть упреждающие вычисления, процессор, который вычисляет что-то, происходящее в нашей программе, до того, как реальный программ-каунтер доберется, ну, так часто бывает во всяких очень крутых процессорах, современных Intel, в планшарях. То предсказание перехода обретает еще большую роль, потому что, если мы неправильно предсказали, вот все результаты этих упреждающих вычислений можно выбрасывать. Вот. Ну, если код у нас так написан, да. Но главное, что вот предсказание. Значит, и это предсказание относительно того, куда будет сделан переход на данной команде условного перехода, вообще говоря, можно сделать. Во-первых, мы можем просто посчитать, сколько раз был переход, а сколько раз не было. И в зависимости от этого переходить или не переходить. Во-вторых, мы можем не просто посчитать, а еще посмотреть в последние, вот, за некоторое последнее количество раз, да, какие переходы выполнялись чаще. Те, которые, значит, были, или те, ну, был переход или не был. Мы можем сделать какой-то анализ кода исходного. Ну, например, посмотреть, какие регистры участвовали в этом условном переходе, и в зависимости от значения этих регистров каких-то, от какой-то статистики, тоже сделать предсказание. Ну, и дальше там можно встраивать этого мозга сколько хочешь. В простых процессорах, вроде ранних МИПСов, или вроде того, что имитирует массу, конечно, вот эти сложные алгоритмы не используются. Вот. Используется алгоритм простой. Почему я отношу предсказание перехода к таким костылям, да, к, ну, не костылям, но дополнительным приспособлениям? Потому что на самом деле нам нужно держать специальную таблицу, в которой мы бы хранили адреса ячеек с условными переходами, статистику относительно того, как в результате был переход или не было, и некоторые предсказания для вот этого самого, либо для фейчера, либо для повездающего вычислителя, некоторые предсказания, а что будет в следующий раз. В случае, если, ну, грубо говоря, в случае, если такая таблица будет работать, анализ кода будет выполняться следующим образом. У нас команда фетчится, разбирается, в процессе декодирования, там, в какой-то момент вычисления адреса, происходит декодирование ее, выясняется, что, происходит декодирование, выясняется, что это команды условного перехода. Тут мы уходим к нашей табличке, которая называется BHT, branch history table. В этой табличке BHT написано, что эта команда, скорее всего, перейдет по этому адресу, и на этапе вычисления следующего адреса мы вычисляем его заранее и фетчим тот адрес, который содержится в команде перехода, потому что BHT нам предсказал, что переход произойдет. Если переход действительно произойдет, все хорошо, команда у нас уже пофетчилась. Если переход, как выяснилось, не произошел к тому моменту, когда мы вычислили эти значения, ну что ж, вставляем пузырик, пускай идет пузырик. Значит, если наш предсказатель работает хорошо, что по большей части у нас будет эффективная загрузка конвейера, если наш предсказатель работает плохо, то у нас он будет наполнен пузыриком. Это очень грубое изложение того, как на самом деле используется branch prediction, просто потому что в рамках того, что мы знаем, мы знаем только конвейер. Вставляем пузырик, если предсказание неверное, не вставляем, если оно верно. Ну и фичим, соответственно, после того, как мы вставили пузырик, фичим другую команду, и там все начинается заново. Сбрасываем конвейер. Вот. Конвейер в марс устроен очень просто. Давайте мы его откроем. Это уже неинтересно. Это можно закрыть. А вот это можно открыть. Не конвейер в branch prediction, бхт. Вот он. Он бывает всего двух видов. А именно с историей в одну команду мы запоминаем предыдущее значение нашего перехода. И в две команды мы запоминаем предыдущих два значения. Вот видите. NT это значит not take. Перехода не было. T это значит переход был. Вот. Соответственно, возьмем какой-нибудь первый попавшийся код, да хоть вот этот. Только напишем здесь 11. Вот. Это с шагом 11 будет ходить. И давайте посмотрим, как все это работает. Ай, не подключил. Connect to mix. Значит, у нас, как вы помните, два цикла. Внешний и внутренний. Внешний ходит с шагом 11. Внутренний, вернее, внутренний ходит с шагом 11. Внешний прибавляет еще единичку, в смысле еще одну ячейку, чтобы, значит, сдвинуть на один и запускает его все сначала. Помните картинку? Ну, давайте я картинку покажу для начала. Memory Reference Visualization. Вот. Вот так это выглядит. Видите? С шагом 11 вперед, потом с следующим шагом 11, потом со следующим шагом 11 и так дальше. А вот так выглядит наш Banche History Prediction. Видите, он запомнил два адреса перехода. Один лежит вот здесь, в ячейке 9, другой в ячейке 12. Как вы думаете, почему в ячейке 9, в ячейке 12? Почему не в 0,1? По всей видимости, это какой-то... Какой-то... Вот принцип заполнения этой таблицы это какой-то кэш прямого доступа. Мы просто вычисляем какой-то ключик относительно адреса и кидаем туда. Вот. И надеемся, что адресная локальность нам позволит не прыгать между... Поэтому по всей видимости, я не знаю, как на самом деле. 9 и 12? Может быть. Ну вот в том-то и деле. Нет, не просто. Не просто. Какой-то ключ. Не важно. Важно, что... Да. Значит, и вот смотрите. При глубине статистики в два... Ой, переключил. Два перехода. Давайте. Так, сделаем. Вот. При глубине статистики в два перехода, при политике по умолчанию not take, то есть мы при прочих равных считаем, что перехода не будет, у нас получилось 13 неправильных предсказаний, 51 правильных предсказаний на внешнем цикле, 3 неправильных и 8 правильных на внутреннем. Наоборот. 13 и 51 на внутреннем цикле, 3 неправильных и 8 правильных на внешнем. Видишь, тут указано. Вот. Вот тут, кстати, журнал относительно того, как предсказания были сделаны. Вот. 80% эффективности. А если мы здесь поставим вместо not take еще и take, то будет еще больше. Вот, видели? Мы об этом говорили, кажется, в прошлый раз. Почему такой предсказатель даже из одного бита, давайте посмотрим из одного бита, насколько он хуже, выяснится, что не хуже вообще. А нет, чуть хуже. Вот здесь вот чуть хуже из одного бита. А если сказать ему not take, то же хуже. Но даже предсказатель из одного бита примерно в третий случай говорит, что все хорошо, да, и предсказывает то, что нужно. Вот. А предсказатель из двух битов делает это еще лучше. Видели? 80%. Мы об этом говорили в прошлый раз. Если у нас есть цикл, этот цикл обычно работает так. Он все время, либо все время выполняет переход, либо все время не выполняет переход. И только один раз он идет в другую сторону, когда цикл закончился. Почему эффективна табличка из двух? Почему эффективна историю из двух этих самых переходов? Кто может рассказать? Почему эффективна из одного? Понятно. Цикл у нас n раз переходит, грубо говоря, и один раз не переходит. Почему эффективна картинка из двух? Вот смотрите, когда я делаю глубину 1, здесь эффективность 60%, 66%, 1,3. Да? Когда я делаю глубину 2, здесь эффективность уже почти 80%. Когда он не перешел, в следующий раз он, возможно, опять пойдет в этот цикл? Да. Если у нас есть некоторый вложенный цикл, то, скорее всего, после того, как он один раз не перешел, в следующий раз он опять перейдет. Ну, потому что циклы так устроены. Поэтому, если у нас есть глубина 2, и мы говорим, слушай, был переход уже, в следующий раз, скорее всего, опять его не будет. Ну, или наоборот, не было перехода. Значит, в следующий раз он опять будет. Вот. И только в случае, когда мы два раза подряд внезапно не переходим, мы принимаем решение, ну, возможно, тут цикл так написан. Есть же как бы вариант, когда у нас внизу бранч этот самый безусловный, наверное, да, а сверху бранч с проверкой вниз за этот самый, за него, тогда будет по-другому работать. Кстати сказать, и это последнее, что я хотел сказать про, видимо, вообще на сегодня, на этот курс. Кстати сказать, то, как работает branch prediction в конкретно вашем процессоре, в том числе, может влиять на, скажем так, то, как вы пишете свой код, переход в начале, переход в конце, есть переход, нет перехода, может влиять на то, насколько эффективно будет работать branch prediction. Вот поэкспериментируйте с марсом, там довольно хорошо видно. Вы говорите, политика по умолчанию take, или политика по умолчанию not take. И один и тот же код, branch prediction, работает с разной эффективностью. На этом мы внезапно заканчиваем вообще весь наш искусств. Я напоминаю для тех, кому интересно, что экзамен по нему состоится в следующий четверг, о времени я сообщу, но, видимо, в то же время, как и сейчас. Вот. И на экзамене мы просто, я постараюсь заказать аудиторию, и мы сидим и пишем программку. Сейчас покажу, какую. Программку, которая рисует, которая рисует на пиксел диске. Примерно вот такой картинкой. То есть вам выдается многочлен в какой-то степени. Они бывают разных степеней. Вот этот, по-моему, четвертый, судя по форме. Вот. А вы должны закрасить пятнадцатый из соображений, что левый верхний, из соображений, что левый верхний край и правый нижний край этой битмапки вам заданы. Вот у вас тут от единицы до 1,02 до 1,88 от минус 7 до 7. Нет, это коэффициенты. х от минус 7 до 7, у от минус 8 до 12. Формула 1,02х в кубе плюс 1,88 в квадрате. И в случае, если х больше у, вы закрашиваете одним цветом, а если х меньше у, другим цветом. Вот такая будет задачка. Написать ее надо будет на сэм. Они на питоне какие-то сделаны здесь. Вот. Разумеется, всего этого не надо писать, нам просто, потому что тут показалась картинка. Вот. И никакой вязчей точности вам не нужно. Просто задачка сформирована таким образом, что картинка на экране точно будет, потому что у нее 0,0 всегда находится на экране. Так условия подписаны. Вот. И ваша картинка должна с виду напоминать ту, которая дает вот этот генератор производных условий. Ну, потому что это будет примерно то же самое с точностью дома штабирования в право грео. Такие вот дела. Значит, я отдаю себе отчет, что это не полноценный экзамен, и, конечно же, было бы интересно устроить экзамен с расспросами про то, про все, про пятое, про десятое. Ну, в частности, про то, что мы сегодня говорили, вчера, в прошлый раз. Но мне кажется, что с учетом того, что у нас никакой, онлайн-практики с вами не было по программированию, было бы неплохо, чтобы этот кусочек продемонстрировали непосредственно, а не путем решения домашних заданий. Вот такие дела. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Понятно. Тогда, значит, до встречи со всеми, кому это интересно на экзамене. Я обещал, что вместе с вами буду решать эту задачку. Вот это. И, собственно, все. Спасибо. субтитры создавал DimaTorzok